Как Невзоров переиграл абсолютно всех. В Пакистане новый фургал. Рост цен на электроэнергию в три раза. Отмена Турции. Как Матвиенко наладила производство гвоздей. Степан Бандера герой или как Путин купил Вашингтон пост. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очень теплый, очень можно даже сказать весенний день. Да, весна наступила. Наступила она достаточно давно, но по факту только сейчас начинает худо-бедно чувствоваться. Несмотря на все это, несмотря на то, что я считаю, что ролики мои должны в первую очередь веселить, где я такой, хе-хе, хо-хо, ха-ха. Нет, сегодня такого не будет, объясняю почему. Первый весенний день, тепло на улице, хорошо, я думаю, поеду я на работу на велосипеде. Еду я на велосипеде на работу, а тут либо одна из двух моих грыж, либо они обе такие, здравствуйте, молодой человек, а куда это мы с вами направляемся, по-моему, в трендпункт. Или нам нужно немножечко еще под этим, хотел сказать, под ИВЛ полежать. Хотя, учитывая мою удачу, в этот сходить, где еще так наушники надеваешь, а там музыка Моргенштерна играет. Ад? Нет. Что? Криокамера, знаменитый криокамер. Ты идиот, Юра, извини. Ну, то есть, нет, ну, как бы заправду. Ну, этот-то, где тебя просверливают? Ну, просвечивают всего. КТ? Ну, нелегкие. Ты в камеру... МРТ? МРТ, вот. Там Моргенштерн играет. Ты это не слышал? Нет. Кто мы тебе, объясните, пожалуйста, Юрию эту шутку. Напишите ему на почту, я устал. Это неуважение к творцу. Так вот, мои грыжи у меня такие. Здравствуйте, молодой человек. Мы, похоже, едем на МРТ с вами. Вы там не были уже, как бы, достаточно давно. А целую неделю у вас уже не болела спина. Это как бы не делаю. Все-таки вы уже старенький. Я такой, ну, ладно, жизнь дерьмо. А что мне теперь с этим поделать? Вот, может быть, хотя бы вина себе возьму. Я еду, еду, такой счастливый, короче. Дринь-дринь, там, как лягушонок из этого клипа. И БАМ! Протрузия в шее такая. Здравствуйте, молодой человек. А что это? Вы хотели оборачиваться? Вот так вот поворачивать голову в пою? Ну, чтобы посмотреть, не едет ли там кто-нибудь сзади. Не пристраивается ли кто-нибудь сзади, знаете ли. Нет, молодой человек, шею мы больше не поворачиваем. Она теперь просто в одном положении застыла. И вот я приехал на работу. Поэтому, извините, никаких хихонек, хахонек сегодня не будет. Потому что мне больно физически. Я за это ненавижу весь свет. Я ненавижу всю планету. Поэтому заранее извиняюсь, что сегодня я буду зол. Да, я буду улыбаться, но я буду желать большинству людей смерти. Хотя во время войны шутить даже про чью-то смерть. Знаете, я люблю помогать разрядить обстановку. Вот сейчас объясню. Приходит ко мне жена домой, говорит, курьер из Озона добавил, привез посылку, положил не туда, ее сосед забрал. Я как бы, чтобы разрядить, я понимаю ее негодование. Я говорю, надеюсь, что сосед сдохнет. И вся его семья там от какого-нибудь заболевания серьезного. Ну, вот Юра знает, что я люблю такие вещи. Это помогает разрядиться, понимаете. После того, как я пожелал человеку смерти, я уже не испытываю к нему ненависть. Сосед, вместо того, чтобы доставили не туда посылку, просто не брать ее, ничего. Он такой, типа, ну, заберу ее себе, наверное. Наверное, мне достать. Я не заказывал на Озоне замечательный велонасос. Кстати, офигенный. Автоматически все надувает. Я вообще просто кайфанул. Если бы я сегодня ехал, мне надо шины подкачать было. А если бы я, короче, ехал и обычным насосом со своей протрузией бы это делал, ой, господи. Короче, все. Сегодня будет много ненависти, но я не буду никому желать смерти. Потому что сейчас действительно очень печальные события прямо у нас под боком происходят. А то бы я это делал. Просто если захочется, желай смерти мне. Я уже привык. Я уже dead inside давно. Я тебе жилал хоть раз, да? Не знаю. Нет, ну, нет. Если я тебе лично не желал, значит, не желал, в принципе. Соседу прям приходил привет. Сдохни. Серьезно? Три года назад. Короче, он просил сделать пристройку. Мы такие, типа, окей, даже пришлось самим к нотариусу ехать. Но мы разрешили. Но я же не знал, что делать эту пристройку он не рабочих наймет, а сам будет на протяжении трех лет с восьми утра все выходные делать. И прикол еще в том, что там прямо подо мной. Ты в восемь утра просыпаешься. Я такой, типа, слушайте, ну всего должен быть предел. Я беру, короче, замеряю уровень шума прямо на айфоне. Он мне показывает там выше 30 децибел. То есть, он красным. Как иначе. Ну, у нас, типа, собаки там в угол забивают. Ну, реально. То есть, ты не можешь... Ты не то, что спать не можешь. Ты не можешь там находиться. И, типа, ну, мы подходили по-хорошему. Слушай, ну, давай хотя бы там с 12 с часу. Но это бесило. Я тогда еще на обычной работе работал. И, типа, ну, как бы начинал видеоблогинг. Но работал на обычной работе. Поэтому снимать я мог только ночью. То есть, после, там, 10 я начинал снимать. А это не как сейчас. Я когда невероятный профессионал. Это тебе много времени занимает там все расставить и прочее. И не забывайте, поскольку монетизации на Ютьюбе нет. Единственное, на что я могу рассчитывать, это ваши лайки. Ваше социальное одобрение. Так что поставьте лайк этому ролику, чтобы он лучше продвинулся Ютьюбом. А я буду видеть, что... You like this shit. И буду продолжать снимать еще больше, еще чаще. Да. Начать я предлагаю с поста великолепного, неподражаемого Александра Глебовича Невзорова. Он у себя в официальном телеграм-канале запостил вот это вот видео. Свернушка пошла. Алло, 25. Падаем, падаем. Понял, понял, вычеркиваю. Не понял, чё? Снабдил он это видео подписью. Ой, какой талант пропадает на задворках путинской войны в Украине. Этого диспетчера вертолетного звена надо на главный федеральный ТВ-канал РФ. А в его исполнении Путина вычеркиваем, Москву вычеркиваем и так далее, зашло бы очень хорошо. Я не знаю, что хуже. То, что это фейк и это не отсюда аудиодорожка. Алло, диспетчер! Мы падаем, падаем! Понял, понял, вычеркиваю. Не понял, чё? Или то, что Невзоров не знает, кто такой Глад Валакас. Возможно, многие из вас не знают. Я тоже толком не знаю, но это, короче, чувак, просто обычный, которого уже давным-давно задианонили. Короче, это стример, который... И вот, понимаете, люди смотрят стримы, и он часами берёт и разговаривает вот таким вот голосом. И людям это почему-то нравится, когда все знают, что он обычный, нормальный человек. И голос у него тоже нормальный. Вообще-то, на самом деле, без пяти минут уже Джугурда. Я во имя Бога, своего древнерусского. Глада Валакаса я никогда не смотрел, но вот этого мема, он такой тёплый, душевный. И вот, эй, Богдан, 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 это же вроде он. Мне так нравится переслушать, это там какая-то такая доброта для меня. Мне нравится имя Богдан вообще, в принципе. Потому что, типа, я не понимаю, это же буквально имя говорящие, оно расшифровывается как Богдан. Типа, чувак благословён Богом. Я не понимаю, почему Иисуса звали не Богдан. Я бы вот, если бы был верующим, я бы всех своих детей Богдан назвал. Пофиг, там, мальчик, девочка, Богдана. Тоже нормальное имя, по-любому такое есть. Это тебе не до здроперма. Так вот, я вам рекомендую всем, это серьёзно, это реклама, меня об этом не просили. Но я рекламирую канал Александра Глебовича Невзорова. Подпишитесь на него, потому что давайте будем честны. Мы с вами пытаемся быть какими-то разумными. Мы постоянно играем роли, строим из себя адекватных людей. Типа, нельзя смеяться над толстыми или нельзя смеяться над чёрт. Хотя это и вправду перебор. Короче, не будьте ханжой. Мы все из себя постоянно что-то строим. Но давайте будем честны. Со многими людьми мы общаемся только для того, чтобы иметь кого-то ниже себя. Иметь какое-то ничтожество в своём кругу общения, чтобы всегда самоутвердиться. Что вы не настолько тупой, как этот чувак. Да, Юра? Это просто шутка. Так вот, подпишитесь на Александра Невзорова из этих же соображений. Есть просто цитата Невзорова, на которую я тут наткнулся. Если бы президентом России стал электрик, всюду были бы провода и лампочки. Ей потребовались бы новые подстанции и высоковольтные линии. Если бы им стал пекарь, то множились бы булочные кондитерские, благоухало бы с добой. А России понадобились бы новые элеваторы и хлебокомбинаты. Ну, элеваторы очевидны, потому что люди бы растолстели настолько, что пришлось бы их поднимать с помощью лифтов отдельно. Но президентом стал чекист. И теперь стране срочно требуется проктолог, который попытается её вытащить. Гениально. А что было бы, если бы президентом России стал фетишист или зоофил? Хотя, ладно, пример плохой. Максим Кац вроде и так популярен. Кстати, ты знал, что по логике Невзорова Ленин, при котором была выполнена электрификация, оказывается, электрик был. Вот это вот. Человек там писал свой. Какой он электрик был, оказывается. Простой электрик. Парень молодой. Какой Невзоров блаженный. Я не знаю, ребят, все подписываемся на канал Невзорова. Обсуждаем, цитируем. Но это просто, знаете, как будто бы Рональд Макдональд стал Готом. Роскосмос запустил свою коллекцию модной одежды для жизни. Слава богу, выпьем за то, что Роскосмос хоть что-то запустил. А если по факту, то вот этот вот куртка-скафандр за 200 тысяч рублей. Такое ощущение, что не Роскосмос, а этот SpaceX выпустил. Вы понимаете, что это как бы Россия, да? 200 тысяч рублей. И выглядит, кстати, ну, я не знаю, многие говорят, что это типа убого. Ну, окей, я убогий. У меня странные представления о моде. Но мне нравится вот этот вот оранжевый комбинезон. Ну, это совместно с каким-то модельером. Я не знаю, какая разница. Главное, что не Тимати с Алиэкспресса заказал. Как помнишь, скандал был? Тимати заказал для армии России. Все. Одежду я с Алиэкспресса заказал. Вот оно, свободное предпринимательство. Я когда узнал об этом, чуть соус из своего Блэкстар-бургера не пролил на эту одежду. Я думаю, говорить, что время сейчас трудно, это прям моветон. Это, наверное, делает каждый второй. Потому что достаточно посмотреть вокруг, выйти в интернет. Ты сразу такой, воу-воу-воу, что происходит? Мир, остановись. И понятное дело, потому что экономика не стоит на месте. Экономика может идти вверх, экономика может идти вниз. Сейчас как раз-таки второй вариант. Причем я говорю в масштабах мира. Но знаете что? Многие из вас заметили, что я вообще по этому поводу не переживал. Знаете почему? Потому что все эти годы, в свое свободное время, я оттачивал так называемые навыки. Я учился монтировать, учился создавать графику, создавать много всего интересного, делать за своим компьютером. А реальные вещи, которые я потом могу продать. Как говорится, сегодня ты гуманитарий, а завтра моешь планетарий. Потому что образование и опыт, это одни из немногих стабильных вещей, на которые можно опереться в любой ситуации. Как пел тем, тот, у кого есть мозги и руки, никогда не умрет с голода и скуки. Или от голода и скуки, неважно. Русский язык в число этих навыков не входил. И согласитесь, профессия, при которой вам для работы нужен по сути только ноутбук. И работать можно из любой точки мира, в любое удобное для вас время. Это как бы дорогого стоит. Тем более сейчас, когда российское государство сделало огромное количество законов для айтишников. Там их проще прочитать, потому что перечислять очень долго. Ну, разумеется, российское государство понимает, как и государство любой другой страны, что айти сектор это самое главное на данный момент направление. И это самая крутая работа, которую можно себе представить. Поэтому обратите внимание на платформу для обучения Skill Factory. Там вы сможете достаточно быстро, что это называется, войти в айти. Ну, например, с помощью курса Java разработчик. Неважно, сколько вам лет, какое у вас образование, ведь главное тут, как всегда, желание. Причем курс подойдет как новичкам в программировании, так и тем, кто занимался уже немножечко самообразованием. А таких, я думаю, будет немало, ведь Java это один из самых востребованных и распространенных языков программирования. По мнению кадрового агентства Glassdoor, разработчик на Java это топ-1 профессия в United States of America. И спрос на таких специалистов постоянно растет по всему миру, включая Россию. Тем более, что востребованность Java разработчиков особенно актуальна в сферах, где используются разные там сетевые и мобильные приложения. Например, те же самые банковские приложения Сбер, хотя ладно, Сбер не считается Райфайзен, Альфа-Банк. Короче, везде. Это как на мобильных с вами рынках представлено, так и на всяких там суперкомпьютерах. Тех, кто прилагают наибольшие усилия в обучении, забирают себе уже в середине семестра самые крутые компании Сбер, С7, Билайн и другие. Учитывая, что средняя по рынку зарплата Java разработчика это 140 тысяч рублей, хотя в последнее время она увеличилась еще на 10 тысяч, я думаю, выбор весьма перспективный. А Skill Factory это просто замечательнейшая школа, которая специализируется как раз таки на обучении и программировании. Вы можете с легкостью почитать о независимых ресурсах отзывы о них. Да, они там первые в рейтинге. Так что я думаю, вам стоит как можно быстрее перейти по ссылке в описании и как минимум ознакомиться, а как максимум записаться на курсы. По промокоду STAS, кстати, скидка 45%. Ну а теперь возвращаемся к новостям. Ни Макрон, ни Лепен. Сотни студентов протестуют перед Сорбонной в Париже против итогов первого тура выборов. Не очень они довольны тем, что им выбирать приходится между политиками, чьей политикой они в принципе недовольны. И это уже не настолько глобальный митинг, чтобы как там десятки тысяч человек выходили. Ну а вот просто люди протестуют, потому что они недовольны. Знаете это. Слава богу, у нас в России таких проблем нет и нам не приходится выбирать. В США проходят протесты за отмену Нурлана Сабурова. В общем, украинские ребята и сочувствующие им там русские, не знаю, может быть там и американцы есть, продолжают кричать «Call the police because silence is crime!» Я вам неоднократно рассказывал, что у меня есть такое, знаете, сборище хейтеров. И для меня всегда было интересно, как именно это работает. По сути, им на разоблачение, меня пофиг, они не стараются, просто переснимают одни и те же ролики друг у друга. То есть вот есть несколько десятков, хотя может быть уже сотен людей, которые на протяжении последних нескольких лет, они как бы объединялись. И когда я говорю на протяжении последних нескольких лет, я не преувеличиваю, потому что лет пять это продолжается уже. И они объединились на почве хейта меня, и они, короче, создают ролики про меня, то есть их каналы посвящены только мне. И при этом у них еще стримы совместные, где они обсуждают только меня. И мне кажется, что это какой-то объединяющий фактор. И мне это льстит, это реально кайфово, я даже к ним на стримы иногда захожу тоже пообсуждать себя, потому что я больше ни в чем нормально не разбираюсь. И я, собственно говоря, вот в случае с Нурланом просто случайно кто-то один там сделал, остальные такие, вау, подключаемся к травле. И начали, короче, травить Нурлана, потому что охренеть, чувак просто молчит, против него протестное движение просто в Соединенных Штатах Америки. Жесть, я бы на его месте, как бы был бы горд собой. Я вот на самом деле недавно хвастался вам о том, что крупнейшая либертарианская СМИ, да, бывают и такие, разоблачала мою шутку про Навального на полном серьезе. Но Сабуров пошел куда дальше, возможно, я когда-то смогу подняться до его уровня. Да. А ты когда-нибудь мечтал стать казахом? Нет, зря. Казахи сверлю, и посмотри, они в рэпе успешнее всех нас, клипмейкеры крутейшие казахи. Ты вот улыбаешься, но это факт, который ты не оспоришь. Не собираюсь дальше. Ну и все. Мне больше нравится группа Козаки из квартала 95, если ты понимаешь, о чем я. Ну подожди, как они могут быть козаками, если они евреи? Разве козак может быть евреем? На Украине разрешили жениться через ум во время военного положения. Да, теперь заключать браки могут не только там священники, а еще полицейские, ну по сути практически любой человек. И типа, ну украинские власти правильно сделали, но я вот единственное, что я не понимаю, насколько я знаю, в Великобритании пользуются скайпом преимущественно. Ты, кстати, знаешь, почему Борис Джонсон больше не приедет на Украину? Он боится, что Зеленский снюхает его. Что? Ну он типа наркоман. Зеленский? Да, ты не видел вот этот вот? Появился, короче, недавно отрывок, где Зеленский просто угашенный какой-то чушь городит, и там дорожечки кокаина типа видно. Как группа мантики на Евровидении? Нет, я тебе серьезно говорю, сейчас я тебе отправлю. Короче, собирался Юрий показать этот момент, и тут сцена реклама ВКонтакте, спасибо, ее никак нельзя пропустить. Сейчас понабегу, ты умник, а что ты себе этот блок не поставишь? Куда? На приложение? На планшете? Что можно сказать? Мы не с ним против ему. Любому. Дяку ему. Вышаемость. И всех переможем. Алло, Владимир Александрович, ага, да, я вас понял, все приходится проверять самому, я связался с Владимиром Зеленским, и никаким кокаином там не пахнет больше. Официально, группа Френдзона распалась после четырех лет существования внезапно, да, казалось бы, мы тут обозревали Путин, Байден, ОПЕК, Нурлек, Нурлан, потом внезапно группа Френдзона. Но на самом деле это очень интересно, потому что за одним из создателей этой группы, человеком которого зовут Галат, я следил достаточно давно, еще со времен рэп-баттлов. И вот, короче, представьте себе ситуацию. Рэп-баттл некогда самый популярный жанр на Ютьюбе в России, сейчас уже, конечно, бои, люди такие. Ну, они наоскорблялись друг друга, пора уже и подраться, ответить за все. Причем дерутся уже другие люди, но, в принципе, контекст остается примерно тем же самым. Короче, и там был такой рэпер, который читал за всех, все продажные, все такие, короче, хреновые, а он так верит в музыку, и внезапно он надевает костюм крокодила, уходит из всех рэп-баттлов, так и не добившись там внушительной популярности, и создает группу, которая сперва разрывает. И, в принципе, у группы Френдзона было несколько неплохих песен, мне нравилось «Maybe baby, maybe, maybe baby». Типа, ты слушаешь, и такой, господи, они настолько не старались, что меня это поражает, насколько же им было насрать. Хотя, по факту, плагиат, по большей части, еще у них был «Темная ночь под июньским небом», и этот «Последний сенс». Ну, это, короче, плагиат, полностью из плагиачной песни, я причем случайно наткнулся в итоге на ту старую песню, с которой они скопировали. И вот они объявили, собственно говоря, о том, что они распадаются. И знаете почему? Из-за низких рейтингов. Внезапно, в какой-то момент их все перестали смотреть. Потому что, когда ты... Это наводит меня лишний раз на укрепление, собственно, идеи, что когда ты стреляешь каким-то образом, там, на Ютьюбе, в музыке, неважно, вот именно временно стреляешь, как Френдзона, как Фейс. Вот, говорю, единственное исключение из всех правил – это Моргенштейн, потому что он почему-то еще держится на плаву. Я не понимаю, почему. Даже уже Локимин сдулся. Вот Локимин уже особо не слушает, не смотрит вроде бы, хотя вот временно стрельнул, просто потому что Окси распиарил. Короче, идея в чем? Если ты нарабатываешь аудиторию долго, годами, то у тебя, по идее, все должно быть нормально. А если ты что-то где-то как-то быстро вот так вот сделал, то вот этот вот весь народ, который прибежал на хлеба и зрелищ, они тебя достаточно быстро забудут, они тебя разлюбят точно так же быстро, как и полюбили. Это добрым молодцам урок. Джейсон Мамоа сыграет в экранизации видеоигры Майнкрафт. Каким образом он, типа, просужится до кубиков пресса, и из них будут строить дом? Короче, я не знаю. Майнкрафт... Что? Меня даже не запикивали, я сам... Что? Майнкрафт? Ладно, я видел экранизацию, по-моему, Тетрис, да, экранизировали? Или что-то такое? Донки... Короче, какой-то... В любом случае, будем надеяться, что Джейсон Мамоа не построит там здание ФСБ, которое будет планировать взорвать с другими ребятами. Марилия Пен обвиняют в незаконном присвоении 137 тысяч долларов, ой, извините, евро, хотя какая разница, из-за фондов Евросоюза. Понятно, прямо вот перед выборами как раз вот сейчас вот аккурат начали доставать компромат. Думаю ли я, что она присваивала бабки? Конечно, я думаю, она же как бы праворадикалка. Праворадикалы считают, что имеют право, поэтому они правы на большее количество благ, нежели все остальные люди. Поэтому, ребятки, мы можем быть недовольны тем, что она ворует, но мы не можем осуждать ее за это, потому что она всегда говорила, что избранные должны получать наибольшее количество привилегий только потому, что они лучше, чем все остальные. Она в это свято верит, и поэтому приберегла больше денег для себя. Это не расходится с ее жизненной философией, но у Макрона определенно теперь больше как бы шансов победить на выборах. Это не отнять, да. 37-летний Антон Птушкин, по мнению многих зрителей, лучший ведущий программы «Орел и Решка». Вы спросите, что он делал все эти годы? Он путешествовал. Почему я молчал все эти 8 лет? Я не молчал. Я путешествовал по миру, рассказывал о нем и показывал его вам. Папа, где ты был все эти 20 лет? Где я был все эти 20 лет? Я путешествовал. Поэтому ты видишь меня в первый раз, доча. На самом деле, простите меня, я не мог не пошутить. Я не могу Птушкина нормально после этого воспринимать, когда я рассчитывал на какую-то контраргументацию по поводу этого тезиса. Да, этот тезис уже оскомин, набил, он всем надоел. Но все типа такие, где ты был 8 лет, пока была война? Он говорит, я путешествовал. И он серьезно это выпустил. Я не понимаю, почему Птушкин такой тупой. Промолчать было бы лучше, чем это. Умереть. Напасть на другую страну лучше, чем это было бы даже. Вообще-то молчание – это преступление. Silence is crime. Соборов, бери на вооружение. Скажи, что ты думаешь про Украину? Тебя вот спрашивать будут. А я что тебе заплетаться? Язык начал. А ты просто выйди на сцену и скажи. Я думаю, что в Украине хорошо путешествовать. Короче, я в шоке от Птушкина. Мне кажется, он блаженный. Вы знаете, как таких называли? Теплый. Ну, человек идет теплый. Он просто такой, я путешествую. Ролики у него классные. Я не скажу себе. Не прощусь, я из этого не скажу. Ну, я не знаю, снято просто неплохо. Отлично снято, очень качественно. Мне нравится, с другом, с чеком сидишь, смотришь. Тоже хочется путешествовать. Ну, я понял, путешествую. Кто тебе не дает? Зарплаты. Скорее этого лишишься. Впервые в истории Пакистана массовые демонстрации в поддержку премьер-министра. Короче, просто замечательнейшая история. Россия договорилась с Афганистаном. Сейчас вы поймете, о чем я. Россия договорилась с Афганистаном, что они, короче, просто бахают турбопровод для продажи энергоресурсов. В Индию. Как раз-таки через них. А Пакистан это индийское государство. То есть, когда-то была единая Индия, а потом пришли великие британцы, такие же прародители Бориса Джонсона. Причем, кстати, знаешь, Чуйур, если посмотреть вот так вот, они меняются. Типа Борис Джонсон такой весь прогрессивный. За мир во всем мире. Но они по-прежнему остаются такими же манами. Такими же просто один в один. Политика просто разделяя и властвуй. Вот главнейший принцип. И они, собственно говоря, взяли и разделили Индию, раздробили ее на несколько кусочков, насколько смогли. Вот одним из таких государств стал Пакистан. То есть, он, в принципе, является частью Индии, находится в Южной Азии. Сейчас, когда через Пакистан должны проходить российские энергоресурсы, как раз-таки в Индию. А Индия это крупнейший сейчас потребитель будет. Помните, я в прошлом ролике вам говорил, что типа индусы сказали ребятки американцам, вы на нас давите, а сами-то энергоресурсы российские покупаете. На что американцы такие, да, но это мы, у нас это вещи первой необходимости этих энергоресурсов. На что глава Индии, премьер Индии все уже, глава Индии сказал, ну, как бы извините, у нас есть свои национальные интересы. Мы будем торговать со всеми, никого поддерживать и никому ничего запрещать не будем. И какое интересное стечение обстоятельств, что сразу же после этого происходит становление, скинули премьера действующего. Он просто был пророссийский, недавно приезжал в Россию, они там общались, и он вроде как был бы настроен, да, типа вот все, пусть Россия там прокладывает, может тоже что-нибудь там договоримся сделаем. И все его внезапно скидывают. Причем народ недоволен. И вот они вышли в поддержку этого премьера. Я надеюсь, они эту как бы проблему решат. Ну, конечно же, в конечном итоге никого они не поставят, все эти демонстрации разгонят, потому что скинут любую диктаторскую власть в любой стране. В любое время это просто задача непосильная. И, скорее всего, ничего не получится. Ну, вот просто имейте в виду, что это продолжение политики США. Как только кто-то говорит, что он типа заинтересован в том, чтобы покупать российские ресурсы или какой-нибудь другой страны, которая впала в немилость, его, соответственно, сразу же скидывают. Вот так. Чулпан Хаматову обманули с работой. Есть такая актриса замечательная Чулпан Хаматову, у которой еще фонд был, который вроде как детям помогал, хотя по факту это все делалось для отмывания бабок, это делалось через государство. Я просто не понимаю, как можно считать оппозиционером человека, который берет и... Она же снималась в ролике «Вынесите этого Ленина из мавзолея». Типа она снималась с Александром Гудковым как раз таки. Вот все вот эти вот ребята наши неполживые, оппозиционеры и сторонники всего прогрессивного и либерального, они, собственно, объединились, чтобы власть, на самом деле, уже 30 лет прощупывать почву над тем, чтобы Ленина из мавзолея вынести. Это могли быть мы, Наташа, но у вас все еще Ленин. У меня, конечно, двояко отношения. Я не понимаю, почему Ленина изначально положили мавзолея и вроде бы в атеистическом государстве у нас опять началась какая-то, ну, типа, вера в музей великого вождя. Но Ленин все-таки и мавзолея, они уже стали символом. И типа, как вот я был в Китае, там Мао Цзэдун лежит и что-то никто его там оттуда выносить не собирается и даже инициатив таких нет. Вот только у нас все не имется. У нас, ну, то, что улицу Кирова переименовали в улицу Столыпина, ну, это, конечно, вообще ужасно. Я не знаю, как это комментируют. Чтобы вы понимали, Столыпин, вроде бы у нас есть закон, да, который запрещает отожреслять, типа, как-то нацистскую Германию и Советский Союз. Так какое же счастье, что Столыпин, он еще со времен Российской империи. Есть книга, называется «Первый фашист». Вот, можете даже обложку посмотреть. «Первый русский фашист». Педр Аркадьевич Столыпин. Так что, как бы, ну, такое. Но, тем не менее, у меня все-таки вопрос. Как можно считать оппозиционерами людей, которые государственных контрактов отработали больше, чем, я не знаю, больше, чем Путин? Ну, и в итоге Хаматову никуда не взяли. В Рижский театр? Нет, извините. В итоге она превратилась просто в человека, которого от издания к изданию вводят на всякие интервью, где она рассказывает про ужасные притеснения в России. И меня вот, знаете, что поражает? Помните, я вам Трумана цитировал, который говорил еще до того, как стал президентом Соединенных Штатов еще до Второй мировой войны, он говорил, вот когда будет военный конфликт, мы должны поддерживать тех, кто проигрывает. Либо Россию, если она проигрывает, точнее, извините, Советский Союз, мы их будем поддерживать. Пусть они с немцами воюют. Проигрывают немцы, мы начинаем их финансово поддерживать, отправлять им вооружение и бла-бла-бла. Для того, чтобы мы сами друг с другом срались, они сидели на этом только бабки зарабатывали, продавая нам вооружение. Причем зарабатывали бы не американское общество и не США как страна в целом, а те люди, которые во главе всего стоят те люди, которые как раз-таки оружием торгуют, которые его производят, разрабатывают и на деньги налогоплательщиков отправляют странам, которым так сильно нужна поддержка. И это ничем не отличается от политики США сейчас, точно так же, как ничем не отличается то, как генерала Власова использовали. Вот, на самом деле, знаешь, в чем интерес? Ну, Хаматова актриса, да, типа она в театр там собиралась. Власов, он военный, он собирался строить карьеру, потому что думал, что победит. Многие, кстати, считают, что генерал Власов, он там имеет какое-то отношение к русско-освободительной армии, что у него была какая-то невероятная идеология по поводу свержения большевизма, но по факту нет. В чем ситуация? Его просто взяли в плен, Гиммлер начал к нему, Генрих Гиммлер начал к нему подходить, делать всякие комплименты, спрашивать мнения, советоваться. Власова это растрогало. Он такой, ой, я здесь все-таки карьеру построю. И начал, короче, всякие там листовки. То есть, как делали? Брали листовки всякие, их подписывал лично там генерал Власов, и эти листовки, короче, распространяли по территории России, чтобы все, кто недовольны нынешней большевистской властью, они такие, типа, ой, надо их свергнуть, посмотреть, вот генерал Власов, он с немцами, немцы нам добро принесут. Это знаменитая история, которой принято и сейчас говорить, мол, если бы немцы нас захватили, мы вообще все на бэхах ездили. Как не прискорбно это признавать, но все-таки есть и по сей день люди, которые действительно так думают, и даже более того, ох, моя протрусь, верят в это. И вот, несмотря на все это, поучаствовать в боевых действиях армии Власова, собранной также из предателей диссидентов дали только под конец войны, когда уже было понятно, что они проигрывают, а когда было уже понятно, что финит а-ля комедия, и поэтому они такие, ну ладно, отправляйся. А так его никак не выпускали, используя именно как агитационный, потому что, ну, во-первых, и предателям верить нельзя, и, во-вторых, потому что если вдруг он погибнет, то это тоже удар очень плохой. Извините, что я сегодня туплю, правда, боль очень сильно отвлекает. И, короче, в конечном итоге так его никогда и не использовали, кроме окончания войны, и такая же ситуация у нас с Хаматовой. То есть мы тебя будем таскать дальше, но, знаешь, как творческая единица, ты нам неинтересна. Мне интересно, вот Анкл Шурик, замечательный блогер, там была ситуация, он не понял моего высказывания про философский пароход, я говорил о том, что нельзя сравнивать философский пароход 1922 и предыдущего годов с тем, что происходит сегодня, с тем, как российская элита и интеллигенция бегут в Израиль, там и прочие страны. И Анкл Шурик сказал, ну да, бегут Хаматова, лучшие люди остались, вот Стаса и как просто. Хотя я вообще не про это говорил. Но, Анкл Шурик, напиши, пожалуйста, где-нибудь пост, ты же так любишь мне отвечать. Напиши, пожалуйста, а что же Хаматова-то все-таки в Рижском театре-то не настолько хорошая актриса получается? Ох, господи, я надеюсь, когда-нибудь ты снимешь фильм и напишешь даже книгу, которая будет звучать, Хаматова, которую мы потеряли, будет называться так. Сразу говорю, сегодня будет очень много оговорок, я буду очень сильно тупить, потому что мне очень больно, физически больно. А вообще я вижу очень большую пользу в том, что Хаматова уехала. Бюджет будет полнее. Трехкратный рост цены электричества разоряет жителей стран Балтия. Многие очень сильно негодуют по этому поводу, в частности в Латвии. Короче, электричество подорожало, дабы не быть голословным, с 70 евро в месяц до 210 евро в три раза. Спросите, какая моя цена за солидарность? Итак, моя цена за солидарность такова. С 1 мая мое электричество с 70 евро подорожает ровно три раза и будет ли составить 210 евро только за электричество? Это с 1 мая. Это моя цена за солидарность. Разумно? Не знаю. Справедливо? Точно нет. Да, безусловно, это частное мнение, частное мнение, основанное на факте. Я думаю, если бы вам внезапно... Сколько мы платим за электричество, Юр? Ты же обычно хочешь оплачивать в месяц. Наверное, тысяча три рублей, да? Я не знаю. За квартиру я плачу около четырех. Четырех. Прикинь, внезапно тебе надо 12 платить. Но хотя ты настолько добрый человек, если бы тебе сказали, что все это ради благого дела, солидаризации с теми, на кого нападают. Но по факту, давайте взглянем правде в глаза. Вот у нас, когда критикуют российскую власть, типа вот я начинаю спорить с человеком, либеральных взглядов, например. Смотри, такая ситуация. Он говорит, ну и что? Почему нас волнует кто-то, если у нас в подъездах Насрова, но у нас плохо? Ему показываешь, как в Америке, которая самая прогрессивная капиталистическая страна, и говоришь, вот посмотри, они тоже внутренней политикой не занимаются, у них все очень плохо. Он тебе говорит, а какая разница, что у них, меня волнует, что у нас. На самом деле, вот если бы наш мир существовал бы в каком-то вакууме, страны могли бы в вакууме отдельно друг от друга существовать в принципе, то было бы, конечно, логично, чтобы каждая страна занималась своими проблемами сама. Ну, то есть, серьезно, ну, зачем ты лезешь в политику другой страны? Ну, у тебя у самого плохо, у тебя там люди голодают, возможно, ну, стоит с этим бороться, а то, знаете, вот Россия, допустим, очень долго, вот малоизвестный факт, погасила долги за Украину. Там это в десятых годах было. Ну, ради чего? Ради налаживания отношений с ними для того, чтобы торговать. То есть, там продолжалась пропаганда американская, там рассказывали, развивали этот национализм, оплачивали услуги радикалов, и это ни для кого не секрет, что там ребята из НАТО ездили тренировать украинскую армию. Ну, типа, а Россия, знаете почему? Не потому, что они хотели наладить отношения между странами, потому что они ради своего кошелька все это делали, ради того, чтобы самим бабки зарабатывать. Есть олигархи, которые зарабатывают на продаже природных ресурсов через Украину, да, через Северный поток. И вот эта вот самая олигархи, она как бы продавливает Путина, чтобы тот продавливал, налаживал отношения между странами, чтобы им было легче торговать. Нам с вами, обычным людям, с этого, короче, ну, вообще нихрена не будет. И поэтому данная жительница Латвии может сколь угодно возмущаться, она ничего не изменит, потому что на ее негодующий протест найдется несколько тысяч людей, которые будут сгипнотизированы замечательными американскими пропагандистами, которые на три неправильные ресурсы проплатят. Короче, вот знаете, я вот все меньше и меньше отношусь к человеку как к какой-то личности, я имею в виду с точки зрения между политических, всеполитических процессов, да, потому что, типа, ты можешь быть сколь угодно прав, у тебя может быть какие угодно, могут быть какие угодно причины, какая угодно крепкая диалектика, но по факту американская машина пропаганды может вывести на улицы намного больше людей, просто используя силы своего влияния. То есть, знаете, это работает так же, как и с музыкой. Я вот люблю постоянно вот эти вот параллели просто проводить. Вот есть музыка, какая-нибудь говняная песенка, которая никому не интересна, но когда эта песенка начинает со всех утюгов играть, она вам внезапно начинает нравиться, потому что еще сработает такое явление, как комфортность. Вот пример. Мне не очень нравятся там песни инстасамки. И тут мы пошли в караоке, и там, короче, все начали под них колбаситься. И типа, да маме деньги неси, да маме деньги. Они мне платят и платят. Они мне платят. И я такой, ой, весело. И она мне начала нравиться. То есть, я себя начал ловить. Ну, не то, чтобы я начал слушать инстасамку, я имею в виду, что если бы мне было лет 20, я бы в этой же компании, как бы мы бы так затусили, я бы потом переслушивал. Потому что это сразу же ты чувствуешь, как будто бы вот воспоминания про тот день замечательный, точнее, про ту ночь возвращаются и прочее. Понимаете, это так работает. И точно так же это работает и с политикой. У меня вот, допустим, недавно обломалась крупная рекламная компания из-за того, что меня в Твиттере отменяли. Прикинь, ВКонтакте взяли рекламу, все, мы договорились, я все снял. Они такие, ой, а тебя за твой ролик нет, в войне в Твиттере отменяют. Я видел там очень много... Короче, мы отказываемся. Вот главный рекламный менеджер ВКонтакте. Я просто охренел. Ну, отказались, типа, да, вот. И с точки зрения индивиду это все так же работает. Большинство людей ненавидят гегемонию либеральной мысли. Они такие, типа, ну, блин, ну, если я сейчас поставлю это под сомнение, меня просто затравят. И это не поддается никакому объяснению. Вас никто слушать не будет. Вы попытаетесь. Поэтому я и говорю, всегда соглашайтесь с точки зрения большинства. Не прите против течения, не показывайте какую-то свою принципиальность, ничего. Знаете, как я в юности единоборствами занимался, мне казалось, что это намного круче будет стать серьезным противником с каким-нибудь кандидатом в мастера спорта, чтобы он мне по башне надавал, нос там сломал. У меня нос сломан кучу раз. Но я зато встану и продолжу бой, потому что в этом столько чести, потому что я это в кино видел. Потому что у нас по пацанским понятиям было как бы красиво, когда тебя ломают, а ты один там на толпу прешь, знаете, все эти картинки, где чувак, это я помню, один с фаером стоит такой, и там много, и типа не бойся, если ты один, бойся, если ты ноль. Вот это всякое говно. В итоге у меня болит голова. Вот годам к 30 у меня очень часто начала болеть голова, и есть как бы ощущение, что это за счет травм, полученных в процессе многих-многих лет, уже практически больше, чем 10 лет занятий единоборствами. Очень много били по голове, она начала болеть, а типа зачем это все было, если бы точно такого же результата я бы мог достичь, если бы тренировался с адекватными людьми. По факту, после того, как первый же раз чувак вместо адекватного спарринга легкого начинает мне отбивать голову, я должен перестать хотеть с ним вставать. Но у меня в голове, блин, это тренировка, это нормально. Вот так вот и гипнотизируется, потому что нам всякие вещи глупые вбивают, а мы из-за этого теряем свое здоровье, просто потому, что мы хотим быть в обществе. Человек это существо социальное, и человеку в принципе получилось стать человеком только потому, что он умел вот в кучке сбиваться, и раз на раз против мамонта не выйти, но когда вас уже много, один там мамонта приманивает, другой со спины как крысы ему, так же я прописываю, ладно, я шучу. Именно поэтому управлять толпой очень легко, есть кстати в психологии масс даже такое явление, как вот когда можно в сборище людей считать толпой, тогда когда отсутствует индивидуальность, остается только коллективная, и я действительно видел, помню в юности один раз видел, как была стрелка, и там в кругу типа два чувака дерутся, а потом одного чувака набегает больше двадцати бить, просто они все начинают бить, хотя казалось бы он уже типа лежит, но они все бегут, потому что вот в какой-то момент толпа, короче это вещь непредсказуемая, поэтому вывести людей по каким-то объективным и адекватным причинам, чтобы каждый из них отставил свою точку зрения, потому что понимал, что это важно, будет очень трудно. А вот самая вот эта базовая примитивная психология, которая полагается на самые базовые и примитивные потребности человека, вот это вот типа, выйди на вал, еще свобода, оно всегда будет работать намного лучше. Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил объявить амнистию частным предпринимателям, оказавшимся за решеткой захищения чужого имущества, исследовать принципам свободной конкурентной рыночной экономики, уже доказавшим свою эффективность. Дерипаска всегда был очень странным человеком, и... Но здесь тяжело поспорить, тяжело бороться за свободную конкуренцию, когда сам ты не на свободе. Тут, конечно, как бы логика железная. И речь, разумеется, идет не о ворах, а о людях, которые сидят под 159-й и по 160-й статей. Это злоупотребление доверием, хищение чужого имущества путем обмана. Ну, типа вот эти вот атланты знаменитые. Дерипаска — это типичный нитшанский сверхчеловек. Вот если он тебя обманул, как говорится, падающего, подтолкни, если он тебя обманул, значит, ты стал лучше, ты стал умнее, ты же на один и тот же обман в следующий раз еще не клюнешь. А Дерипаска стал богаче, потому что он умнее, красивее и лучше тебя. У тебя какие-то возмущения по этому поводу? Ты взял в ипотеку квартиру, которую не построили, но в следующий раз не возьмешь. Не факт, правда, что в следующий раз уже будет. Но в следующий раз ты уже будешь, как Дерипаска, приходить и брать за нал себе сразу за 20 миллионов наликом нормальную квартиру, вместо того, чтобы за три ляма какую-то однушку в каком-нибудь калининге брать в ипотеку на 20 лет. Понимаешь? Потому что Дерипаска тебя научила, значит, ты должен быть умнее. Понимаешь? Ум. Ну, а сейчас как бы умирай. Ну, потому что, ну, если ты не выживешь, значит, ты не... Ведь все, что нас не убивает, оно делает нас сильнее. Слушайте, я недавно начал интересоваться философией Ницше. Она оказывается такая тупая и примитивная, но она прям такая софистическая как будто бы. Вроде бы суждения сами психологичные. Хэн, поспоришь. Но понимаешь, что что-то здесь не так, что-то здесь неправильно. И все вроде бы логично, но по Дерипаске получается, что самый главный человек, самый сверхчеловек современной России это Настя Рыбка. А она на секундочку как бы всех переиграла и не очень успешно. Но она пыталась, она оказалась недостаточно сильна, Дерипаска все-таки сильна. Но в следующий раз он при скорбнице не будет обсуждать политические дела, понимаете? То есть, ну, блин, все работает. Видишь, она укладывается опять же в эту логику. Ты, кстати, видел, где, где, так сказать, где Дерипаска рассказывает, как с Дуровым на свидание ходил? А Настя Рыбка рассказывает, как ходил на свидание с Дуровым. Она, конечно, сказала, что он карлик и зашуганный, и типа этот, лысеющий, типа убогий. Про Дурова. Он конченый задрот. Ну, то есть, вот фотка Рыбки. Ладно. Подпишусь, пожалуй, на канал Дурова в Телеграме. Россияне заявили, что в среднем хотели бы получать пенсию более 45 тысяч рублей. Кажется, что это большая цифра, но нет, на самом деле та пенсия, которую сейчас люди получают, она слишком маленькая. И я, типа, прикинул, что такое пенсия. Это, условно говоря, то, что ты на протяжении всей жизни откладывал, да, то есть, ты платил государству налоги, и государство такое, вот, будем тебя содержать. Пенсионный возраст повысили, да. И опять же, можно еще было бы как-то попытаться оправдать наше государство, мол, ну, повысили пенсионный возраст, потому что проблемы в стране и прочее, но это при том, что крупнейшим корпорациям льготы всякие на добычу ресурсов, на их перепродажу дают. Ну, такое себе, знаете ли, ребятки. И ты тут уже, типа, начинаешь сомневаться. Но, с другой стороны, я плачу налогов, ну, сейчас меньше уже буду платить, но платил по 2-3 миллиона налогов в год я платил, рублей. Но я считаю, что я заслуживаю пенсию в 50 тысяч рублей потом, ну, точнее, эквивалентную сегодняшним 50 тысячам рублей с учетом нынешнего уровня инфляции. Через 10 лет, ну, через 20, когда я выйду на пенсию, я должен получать пенсию с учетом сегодняшней инфляции, ну, где-то около миллиона рублей в месяц. Без шуток. Это если учитывать скрытую инфляцию, ну, примерно так как-то. Типа, ну, я считаю, что я это заслуживаю. Adobe, Microsoft и Intel разработают стандарт подтверждения подлинности видео и фото. Это очень важная история, особенно сейчас, когда у нас огромное количество фейков, да, Александр Невзоров, да, Алексей Шевцов. И в это время особенно важно использовать технологию блокчейн для того, чтобы у нас с вами не было фейков, для того, чтобы мы могли увидеть подлинность той или иной фотографии. И я жду не дождусь, когда это, наконец-то, начнут делать. Вот только есть загвосточка в том, что потом, когда этот замечательный конгломерат из Adobe, Microsoft и Intel будет контролировать все это, они уже сами смогут решать, что фейк, а что нет. То есть я вам уже достаточно давно говорю, что блокчейн это вообще невероятная технология, которая должна изменить, в принципе, все. Она должна сделать, во-первых, а, выборы честными, я верю, что она на это способна, и именно поэтому есть большая вероятность того, что блокчейн будут блокировать и уничтожать. С другой стороны, мы все-таки живем в эпоху капитализма, и логичнее было предположить, что блокчейн никогда не станет востребованным и популярным, просто потому, что в его продвижение не будут вкладывать бабки. Опять же, аналогия с музыкой. Вы можете написать самый крутейший на планете хит, но если в его продвижение не вложены бабки или у вас уже нет ценного медиаресурса, то это нахрен никому не будет нужно. И блокчейн, он, конечно, становится достаточно массовым, но не настолько. В любом случае, это помогло бы нам с вами избежать подделок в литературе и многое-многое другое. Но прежде всего, проверять подлинность фотографий, потому что еще один какой-нибудь такой военный конфликт, еще какую-нибудь страну отменят, хотя зачем, ведь уже отменили русских. Ну, короче, если такую технологию разработать, хотел бы сказать бы я, будь бы я каким-то конченным оптимистом, то есть Джо Байденом, который заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Вот это оптимизм, вот это вера в себя у человека. Я, конечно, в шоке, я в восторге. Мне остается только восхититься. Но в следующий раз, что правда, а что нет, будут определять уже транснациональные корпорации. И по-другому никак. Немецкие компании и профсоюзы выступили против эмбарга на российский газ. На самом деле, очень интересная тема. Я вам уже рассказывал, что в какой-то момент истории большая часть производств и большая часть всей промышленности как раз-таки переместилась в Германию из-за геополитических факторов. То есть местоположение у них было достаточно удобное для того, чтобы именно вот этим всем заниматься. А большая часть стран Евросоюза, они пошли по пути Америки. Они такие, типа, ну вот, пусть вот это производство, пусть все это там развивается именно в каких-то убогих странах, в странах, которые не переживают за свою экологию. У нас будет финансовый капитал, и все мы будем чувствовать себя просто замечательно. Тем более, у нас теперь есть множество рычагов давления на Россию. И все у нас будет очень и очень хорошо. И вот получается, что из-за всех этих санкций и из-за желания Европы отменить вообще полностью российские энергоресурсы, страдает экономика, прежде всего, вот этих вот стран Европы. И сейчас Германия очухалась. Франция пока, во Франции непонятно. Там все будет зависеть от исхода выборов. Победит ли Лепен или Макрон, конечно же, 90%, что Макрон. Но все-таки, знаете ли, всякое бывало у нас, собственно, и Байден побеждал, когда проигрывал. И вообще, американские выборы, как их можно вообще ставить в пример? Это же такая жопа. Там каждые выборы что-то происходило. Но я уже оскоменно набил об этом, рассказывая. Блин, сегодняшний выпуск, он такой, знаете, получается немножечко скучный, потому что я на этой неделе, большей части, сидел, учился моушн-дизайну. Я там учился кое-что делать в монтажных программах. И поэтому я очень мало читал. И вот я понял, мне не так интересно делать выпуски, когда я мало читаю. Надо опять начинать читать больше. Потому что столько всего хочется сказать, столько всяких мыслей. А сейчас я, по сути, просто беру новости и пересказываю старые мысли свои. Для многих они, конечно же, будут новыми. Но мне так неинтересно делать. А в первую очередь, как говорил Стив Джабс, единственный способ проделать большую работу, это полюбить ее. Именно поэтому, когда монетизацию с Ютьюба убрали, я один из немногих блогеров, который, в принципе, продолжает вещать. Потому что я как изначально делал это не ради денег, так и продолжаю. Но, конечно, без новых идей каких-то, без новых... Даже сказать не то, чтобы идей, а наблюдений. Каких-то подмечаний. Ну, не так весело, да. Ладно, у нас будет с вами еще воскресный выпуск. Вот там вот я разгуляюсь. В поддержку твоего настроения рубрика «Шутка дна». И сегодня анекдот от... Кстати, многие написали, что я не прав, и шутка классная. Может, я просто не выкупил. Ну, вот Ксения теперь будет плакать все равно. Ксения, прошу понять и простить. Прости, дядька засранца, тетка засранца. Так вот, «Шутка дна» от слушателя группы «Зе вепри». Он просил представиться «Вепрёныш». Парень так долго искал клитор, что нашел место, откуда готовилось нападение на Беларусь. Ну, это хорошая шутка. Я сегодня на самом деле думал о гомосексуализме. Ну, я имею в виду, типа, понятно все это, но если так подумать, то на, ну, XY, XX не так сильно-то отличаются. И прикол в том, что пенис, да как, это же, по сути, ну, просто выросший клитор. И мы, по сути, все однополые, и, типа, по сути, мы все геи. Ну, не, там же... Это софистика. Вот это чистая софистика. Но я не понимаю, в чем именно я тут ошибаюсь. Я не готов обсуждать эти типы. Ну, это действительно, не, это просто мысль, но, типа, если так подумать... Ну, да, мужчины рождаются тоже как девочки со строением. Точнее, за... Короче, гормоны определяют. У тебя либо эстоген, либо тестостерон. И дальше уже яичники спускаются вниз и превращаются... Если у тебя больше тестостерона, да. Блин, прикинь, у меня, короче, подруга, она не могла 8 лет забеременеть только из-за того, что у нее был высокий уровень тестостерона. Ну, вот просто вот так вот родилась такой. Ну, она, кстати, очень спортивная была такая, знаешь, типа, как бы, мое уважение. Вот. И при этом вот не могла. И потом ей начали гормональную терапию, и она, типа, начала, ну, как бы жира набрала, потому что, ну, у женщин, в принципе, процент жира больше, ну, природы заложено. И, типа, уровень тестостерона ей понижали. Кстати, была мамка Лядова. Нет, ладно. Короче, прикол в том, что Германия сильнее всех остальных европейских стран зависит от наших энергоносителей. Особенно от газа, потому что там у них вся экономика построена как раз-таки на предприятиях, которые наш газ используют. Это не говоря об отоплении помещений и прочее, прочее, прочее. Поэтому ждем, что будет с Германией, будут ли санкции какие-то против Германии, или чем это все закончится. Понимаете, мои новости – это сериал, который надо смотреть по порядку. Ну, ну, серьезно, типа, и у нас есть… Вот сейчас вот я вам вкину… Это клиффхенгер. Я вам вкину лудочку для дальнейшего сюжета. Это просто невозможно представить в 21 веке. Я отказываюсь называть это спецоперацией. Это война. Война против своих соседей. Боже. Я надеюсь, весь мир отвернется от нас. Гибнут люди. Я уезжаю в Израиль. Певец Таркан возмутился началом военной спецоперации в Турции. Кто? Певец Таркан. Ой, мама, щеки-дам, щеки-дам. Ой, мама, ты не знаешь, что ли? Короче, начала Турция спецоперацию в Ираке. Они там, собственно, определенные радикальные элементы сказали, что будут уничтожать. Ну, короче, такая же история. Вот. Таркан уехал в Израиль. Не будем его разочаровывать и рассказывать, со сколькими странами уже в 21 веке воевал Израиль. Надеюсь, Серкан Балат останется в Турции. Это очень локальная шутка. Кто понял, тот поймет. Кстати, забавно, что сейчас будут санкции и отменят Турцию полностью так же, как и Россию. Да нет, Юр, они же НАТО. Они же члены наим, можно, значит. Такой ты наивный. Просто вы его выражение лица не видите, но он поверил. Ты реально поверил, что они отменят Турцию? Нет, я подумал, как это может быть. У меня как-то в голове это не уложилось. Украинский певец Потап Анурлане Собурове. Я согласен, вы все заткнувшие в свои трусливые задницы языки не артисты и не кумиры больше. Угадайте, что будет дальше? Я хотел сказать, что было дальше? Вы за свое молчание будете отвечать на каждом концерте, на каждой съемке. И когда будете оставаться наедине с самим собой, всегда будете помнить, что вы трусы. Извините. Что вы трусы и просто прислуга. Быть человеком это надо иметь силу. Яйца, а у вас этого нет. Ну, что тут сказать про Потапа? Пришла и вскружила голову ему чумочетшая весна. Я говорю, погода, она заставляет обостряться некоторые вещи. Знаешь, я столько всего забавного нахожу вот в одном этом. Каждый раз, когда я пытаюсь пошутить шутку, мне вспоминается сцена из «Матрицы». Ради чего, мистер Андерсон, вы продолжаете толкать эти остроты? Короче, во-первых, по поводу яиц Потап знает, как никто другой. Вы просто посмотрите на него. Человек-яйца, 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 человек-яйца. Во-вторых, он реально говорит, угадайте, что будет дальше. Вот прям вижу Нурлана. Гостям следующий передач, что будет дальше. Ему говорят, ну и типа, вот, собственно, Потап написал про меня пост. Угадайте, что было дальше. И Леха Чербаков такой. Ладно, забей, эта шутка никуда не ведет. Зря я начинаю это. Короче, Потап прям туп. Манурин получил бан на Твиче во время прямой трансляции. Очередная жертва режима. Забанили ни за что. Но у меня другая претензия. Я считаю, что забанили абсолютно правильно. Я лишь не понимаю одного. Почему забанили временно, а не перманентно? Манурин – это человек, который должен быть везде отменен. В чем дело? Год назад, еще когда я не знал, что Хесус и ВГН – это, короче, неадекватный человек, меня позвали играть в мафию. Мы играли в мафию. И в конце остался Манурин, который должен был выбрать, кто мафия. И мы с Хесусом. Хесус был мафией. Я мафии не был. Не было никаких причин думать, что я мафия. Но Манурин выбрал меня, из-за чего мы с ним проиграли. Он заруинил весь ход. После этого я в мафию больше никогда не играл и больше никогда не буду. Потому что пока существуют такие люди, как Манурин, нам делать в этой игре нечего. Один голос большое спасибо. Господин Маргин. Слава, вы проигрываете. Вот, поэтому Манурин – это человек, который верит просто в глупое молчание, вместо того, чтобы поверить языку фактов, человеку, который не было причин... Знаешь, что он мне сказал, почему он выбрал меня мафией? Ты слишком упорно убеждал меня, что ты не мафия, и я решил, что ты мафия. Короче, Манурин, я упорно убеждаю тебя в том, что ты не гомосексуал. Я клянусь тебе, ты не гомосексуал. Посмотри на свой клиденс. Господи, уже почти два года прошло, я такой злопамятный. Я до сих пор вот этот проигрыш, я не нахожу проигрывать вообще. НЛМК Метис передает привет Валентине Матвиенко. В прошлом выпуске новостей я рассказал о том, что Матвиенко сказала прям на слушание в Госдуме, о том, что типа для меня было открытым, что мы даже гвозди сами не производим. А дайте вот задание предпринимателям, они этих гвоздей наклепают, и лучше будет их очень много. И я об этом рассказал и искренне подивился тому, что Матвиенко реально думал, что у нас что-то производится. И мне приходит на почту письмо. Стас, не будь как Матвиенко. Потому что есть, собственно говоря, вот НЛМК Метис, который производит 3000 тонн гвоздей в месяц. По факту, я не считаю, что я ошибся, я не считаю это ошибкой. И совершенно правда, что у нас все равно нет своего никакого производства. И если даже в случае с гвоздями это оказалось тем, что оно все-таки есть, да, и Матвиенко ошиблась, а я просто подумал, что, ну, раз она говорит, что изучила вопрос, значит, она, наверное, его правда изучала и доверился ей. Тем не менее, это не отменяет того факта, что абсолютно никакого производства нет. И вот я все-таки смотрю ссылку на этот пост, господи, сразу же. «Расскажите мне, что технологического сделала Россия? Высококлассная техника где?» Вот классика. Я считаю, что таких надо банить уже без разбора. Снимаешь ролики про Эльбрус, рассказываешь, и я причем не только про себя говорю про Эльбрус. Огромное количество информации, уже можно понимать, что у нас есть, чего у нас нет и прочее. И почему оно так сложилось, как сложилось. Но нет, проще же, чем потратить свое время и посмотреть видеоролик, разобраться в реальной ситуации, в реальном положении вещей. А проще повсюду писать, как все. Короче, все пропальщики, они повсюду. Ненавижу их. The Insider. Мифы о Бандере. Авторитетнейшие издания, между прочим, Insider, выпустили статью, в которой рассказали, что Бандера на самом деле нормальный чувак был, он был хороший. Знаете, после такого я не удивляюсь появлению вот таких вот роликов. Ребята, ну, во-первых, я не бандеровец. А во-вторых, Бандера разве плохой человек был? Он отсидел в немецком концлагере. Он защищал Украину одновременно от немецких фашистов, от польского влияния и от Москвы. То есть, он был за независимость Украину. А Украину действительно со всех сторон пытались разорвать в то время. И он сделал великое дело. Хотя, зачем удивляться? Ты знал, что Гитлер когда-то был на обложке журнала «Тайм», он был человеком года? Ты не знал этого? Ну, когда еще только начиналась Вторая мировая война, да, перед 39-м годом? Я не помню, в каком именно он стал. Ну, типа, человек года все правильно делал. Наоборот, восхищались тем, вы посмотрите, как он их приучил Зигу вскидывать. Вы посмотрите, какой молодец. Это вам не кайзеровская Германия. Это уже намного выше, намного лучше. Ну, все, типа, восхищались. Все были, как бы, восхищены. Как бы, восхищение были. Гитлер – это человек года. Я не удивлюсь, если Бандера станет человеком года. Так что, после такой пропаганды удивляться тому, что Иван Гай – один из популярнейших некогда блогеров, слава богу, он растерял свою популярность. Пусть твой батька Бандера тебе поможет ее набрать обратно. После этого удивляться тому, что он такую чушь транслирует и, похоже, в нее реально верит, ну, не стоит. Но вообще, с современными фанатами Степана Бандера стоит быть как можно более осторожным. Они, в конце концов, радикалисты, могут ваш дом взорвать. В Майнкрафте. К слову, нацистах там еще присылали в рубрику «Шутку дня шутки». И там одна шутка от подписчика Икара. Звучала она как-то примерно так. Какая любимая партия у Алексея Шевцова? Партия Роста. Ну, блин, я бы догадался, на самом деле. Но тут надо уточнять. Политическая партия, надо было сказать. Знаешь, какой у него любимый видеоблог на Ютьюбе? Ай, как Роста. Понимаешь? Вот шутка дна. Пятнадцать зарубежных стран заполняют улицы плакатами об украинской смелости. Хорошо. У меня есть несколько вопросов. То есть, там такие укра... Эти, они вешают... Они вешают такие плакаты, типа «Be brave like Ukraine». «Ukraine is the real capital of brave people». Ну, понятно. Будь смелым, как украинцы. Украина – это реальная столица смелых людей. Первый вопрос. Это о скольких, там, пяти миллионах уехавших украинцев? Или о тех, именно, кто воюет и отбивается против злого Путина? Если первое, да, если первое, то в чем их смелость в том, что они уехали? Если второе, то те, кто уехали, это не украинцы, что ли, получается? Или они тоже смелые только потому, что они украинцы? Короче, ответ на все эти вопросы. В любом случае, украинцы красавы просто потому, что они украинцы. Ну, ни разу не примитивная и не идиотская позиция. Ну, типа, если украинец, значит, смелый. Просто, понимаете, я к этому отношусь так же, как и к отмене русских. Ну, нельзя по национальному окрасу как... Ну, если украинец, значит, смелый. Если русский, значит, убийца и трус. Ну, это две крайности одной этой. Ну, не может твоя национальность определять какие-то твои качества. То, какой ты человек, определяешь ты сам. Твои жизненные выборы и твои поступки в тех или иных ситуациях. А это, ну, просто бред. И в очередной раз цивилизованная Европа показывает себя максимально варварским государством. Ну, максимально варварскими государствами. ВОК Украина. Степан Бандера. Герой или преступник? Да. Выпустили очередную статью, которой, кстати, ВОК Украинский принадлежит олигарху Ахметову. Выпустили очередную статью с тем, чтобы рассказать, что Бандера на самом деле не такой уж и плохой. И тут радует, что пришли в комментарии украинцы как раз-таки и рассказали о том, что Бандера повинен сотнях тысячах смертей. Что с особой жестокостью, что он пособник Гитлера и просто ужаснейший человек, просто которого, ну, нельзя даже под сомнение ставить, что он хотя бы на толику виновен. Опять же, если у вас есть какие-то объективные факты, чтобы попытаться его оправдать, ну, попытайтесь. Это были не какие-то убийства осужденных преступников или кого-то. Это были убийства, прежде всего, мирных граждан, обычных людей. Бандера – это, по сути, фашистский террорист. Приятно видеть, что здравый смысл все-таки преобладает. И поэтому пост в итоге удалили. Но сам факт остался, интернет все помнит. Германия заложила в бюджет еще 2 миллиарда долларов на военные расходы. Большая часть средств пойдет на помощь Украине. Да, а еще перед этим Германия заложила 2 миллиарда на беженцев. А еще они собираются выделять миллиарды долларов на терминалы для сжиженного природного газа. То есть это для того, чтобы быть менее зависимыми с точки зрения энергоресурсов от России, чтобы не нашей энергии питаться. Так что Германия, как и все остальные страны Евросоюза, в очередной раз стреляют себе в ногу ради американского перевелегированного положения. Потому что доставка сжиженного природного газа, она не будет обходиться в любом случае так же дешево, как просто покупать обычный газ из России. Поэтому придется им как бы терпеть. Нравится, не нравится? Жижай, моя красавица. Министр экономики ФРГ призвал граждан экономить энергию. Каждый километр, преодоленный не на машине, это вклад в более легкий отказ от поставок российских энергоносителей. Это уже далеко не первое заявление власти Германии о необходимости экономить. То рекомендуют не замерзать, одеваться потеплее дома, то рекомендуют использовать электроэнергию более экономно, теперь на велосипеде ездить. Пора, пожалуй, переходить уже, собственно, на повозки. Пора, пожалуй, уже начинать опять срубать деревья для того, чтобы отапливать помещение. Других вариантов я что-то не вижу. Ну, такими темпами все к этому идет. Господи, я только сейчас понял, насколько Роза Люксембург была права, когда говорила, социализм или варварство. Роберт Говард, мы все... Приобрели, приобрели, Конан скоро вернется. В этот раз он будет германцем. Знаешь, есть выражение, Украина сегодня, Россия завтра. А будет выражение, Кемерия сегодня, Германия завтра. Конан кемеризм. Ой, как это тупо. Короче, это повод начать более пристально следить за немецкой политикой, потому что, я думаю, вот есть у меня ощущение, что обычные люди будут не очень рады такой солидаризации с Украиной. Объясню, почему. Потому что мы не будем больше покупать российский газ, потому что россияне охренели нападать на Украину. Мы не будем... Россияне, да, они не против нам его продавать. Обычные люди, я думаю, скажут, слышите, может быть, мы начнем разбираться со своими внутренними проблемами. Слышите, не думаете, что европейцы все такие, вот, надо как бы помочь Украине надавить на Россию. Нет, они тоже страдают, им прежде всего холодно. Косметические магазины Локситан закрываются на всей территории России. Мне больше всего нравится формулировка с официального сайта. Это, знаете, ну это прям вот такой вот, вот отправляется в золотой фонд цитат. Типа, чтобы защитить наших сотрудников от потенциальной общественной агрессии по всему миру. По всему миру мы закрываем магазины в России. Вдумайтесь в эту формулировку, просто вдумайтесь. Ну ты знал, что Локситан, это, собственно говоря, отдельное государство, у которых, ну, свои законы. То есть, российских сотрудников их, магазинов, да, защищает нероссийское государство, нероссийская правовая система. Их защищает вот эти, вот, знаете, гладконадушенные полицейские выбритые, полиция моды. Ты арестован, парень, за то, что слишком сексуальный. Интересно, есть ли у Локситан канал в Телеграме, я, пожалуй, подпишусь. Вот компания Хенкель, как-то вроде называется, хотят ликвидироваться, а они производят ласку, там, и такие вот средства, это же вообще... Ну хоть нежность. Кстати, Лобнинский завод Тетропак еще запретил марке Вкуснотеева использовать их упаковку. Короче, отказываются производить, вообще что-то странное происходит, страшно стало теперь. Чем стирать-то будем? Хозяйственным мылом, которым Ракезы с тобой делаем по ночам. Ты знаешь, как вообще изобрели, кстати, мыло? Была бойня у одной реки, и, короче, очень много людей там полегло, и многих из них сожгли, короче. И, типа, они горели, а жир, ну, у него большая температура, типа, он плавится при более серьезной температуре. И, короче, весь этот жир стекался в реку, и, короче, в итоге все это стекалось по реке, по реке, и в устье этой реки там сидели женщины, мыли одежду, и внезапно этот жир идет, и он, типа, на одежду. И они начинают стирать в нем, типа, получается, что он попадает. Они такие, вау, как охрененно отстирывается. Мыло из человеческого жира делали. Серьезно? Да. Это я просто к тому, что всегда можно начать сжигать жирняев. Блин, это жестко. Стас, не худей, если YouTube закроют, то наладим свое производство. Если YouTube закроют, я автоматически похудею. Возможно, даже таким способом. Но, по факту, что значит эта формулировка? Они вынуждены закрыть магазины на территории России, чтобы сотрудники их магазинов на территории других стран не подвергались гонениям. Ну, типа, в этом идея. Я просто доколебался до формулировки шутки ради. И для того, чтобы своим псевдоинтеллектуализмом пощеголять перед Юрой. Вот. А по факту-то получается, что как бы грустно все это. Права была Роза Люксембург. Когда горела, либо Локситан закроют, либо варварство. Песков заявил, что динамика переговоров с Киевом оставляет желать лучшего. Вот ты на! Никогда такого не было, и вот опять. Оказывается, с Украиной не получается договориться. Ну, что поделать? Может быть, с Америкой попробуем? А вообще странно. Путин говорил же, что одна из причин, что типа, ну, начало спецоперации, то, что мы не можем договориться с Украиной. Они типа не исполняют ничего. И Песков, да, с ним не получается договориться. Знаете, еще до первых двух, уже практически двух месяцев войны я не был уверен. Но теперь, говорю, со стопроцентной вероятностью. Хотя, ладно, Песков, наверное, думал, что они станут более сговорчивы, когда по ним начнется атака. Но оказалось, что нет. Нью-Йорк Таймс. Чтобы оттеснить русских, украинцы ударили по деревне кассетами и боеприпасами. Это Нью-Йорк Таймс. А встретите в таком издании такие как бы заголовки, такие статьи. Это как бы дорогого стоит, я вам скажу. Потому что, ребят, для всей западной прессы неважно, что произошло в Буче, что произошло в Краматорске. Им главное сделать из этого хороший прям такой добротный заголовок, который будет привлекать читателей. И убеждать их в том, что каждый русский лично повинен в том, что происходит. В том, что каждый русский ужасен. Хотя в случае с Краматорском быстро угасли новостные таблоиды. Но я уже говорил, это потому, что тема Украины в принципе становится менее интересна людям. Но в первую очередь это потому, что не получилось так хорошо, как Буча раскрутить в Буче. Американцы сработали просто великолепно. Я вам просто диву даю, что это просто мое почтение. Потому что там ситуация двоякая. И есть множество статей. Захотите, найдете. Но то, что в западной прессе, особенно такого уровня, не принято в принципе говорить, что Украина может бить по мирным жителям. Это как бы нормальный факт в условиях войны. Это, конечно, ненормально с точки зрения гуманизма. Но опять-таки это все-таки война. На фоне того, что до этого Нью-Йорк Таймс уже вкидал огромную кучу говна. И вообще непонятно, как относиться к этому изданию. Я вообще во всей зарубежной прессе разочаровался. Потому что, ну, по большей части, просто чушь пишут абсолютнейшую. Но все равно они, похоже, начинают что-то подозревать. Но вот вопрос, уволят ли журналиста, который это написал. И как дальше повесточка пойдет. Потому что, ну, Fox News там гасит, разумеется, Байдена и всю его администрацию. Потому что, ну, совсем охренели. А что тут будет? Оркестр американского штата исключил Чайковского из репертуара. Ну, я не думаю, что мы имеем право их судить. А что этот Чайковский молчал насчет Путина, да? Что он ничего не сказал, не осудил спецоперацию, не уехал в Германию. Через 50 лет после смерти Птушкина. Птушкин, где ты был эти 50 лет? Где я был эти 50 лет? Я путешествовал. С Хероном. По загробному миру. Птушкин блаженный. Харон. Не, Хер. Ну, типа игра слов Хер. Юр, я никогда не оговариваюсь и не совершаю ошибок. Это все план. Ну, а если серьезно, то дикость несусветная. А отменить композитора, который в 1880 году написал композицию, посвященную событиям 1812 года, ужасной войне. Слава богу, да, остались люди, их и немного, но все-таки остались, которые сравнивают это мракобесие со сжиганием книг. Ну, я считаю, это равноценные события. В какой момент украинская политика стала общемировым трендом? Украина сегодня, Европа завтра. Знаете, не зря Роза Люксембург говорила, Украина или варварство. The Washington Post. Америка лицемерит, когда говорит о праве народов на строительстве собственной внешней политики. На самом деле, классная статья, Washington Post порадовали. Почитайте, они там прошлись и по санкциям на Кубу. Ты знаешь, сколько лет на Кубе уже санкции примерно, можешь предположить? Уже больше 60 лет. Причем каждый год все страны голосуют, типа, ну, снимите санкции с этой несчастной Кубы. Дайте там людям нормально жить, там уже все. Она не социалистическая. Нет вообще никакого социалистического блока. Хорош, хорош. Это как сраный Манурин, который, ну, вы поняли. Еще и по Венесуэле прошлись, и по Никарагу. В общем, странно очень для американской прессы подобное качественное материал... Дурак. Подобного качества, высокого качества материал выпускать. Это не в их духе, поэтому вот рекомендую ознакомиться. Хотя, по факту я вам все это рассказывал. Просто хорошо, что там тоже какие-то сдвиги намечаются. В Берлине прошла антивоенная демонстрация. Участники призывали отправить в Украину тяжелое вооружение. И ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России. Да, нынешние мирные митинги, демонстрации не те, что были раньше. А потом они, наверное, вышли против секса до брака. И, собственно говоря, устроили меня друг другу на улице. Просто потому, что, как бы, Манурин слил очередную катку в мафию. Ну, собственно, так и было. Ну, знаете, как это происходит? Просто кто-то начал упорно доказывать ему, слишком убеждать в том, что он не гей. И он такой, ну, ладно, раз ты так меня убеждаешь, значит, это точно неправда. Вот моя демонстрация. Ладно, извините, Манурин, наверное, не заслуживает такой ненависти. Но я тебя никогда не прощу. Вот, чтоб тебя перманентно забанили. Антивоенная демонстрация. Участники которой призывали отправить тяжелое вооружение. Великолепно. Власти Японии выступили против дискриминации указателей на русском языке. Вообще, с японцами страшная вещь творится. Я недавно нашел крутой плагин для моушн-дизайна. Очень крутой, от японских разработчиков. Не буду говорить, что там было такого интересного. Но вот для саунд-дизайна он просто великолепен был. Я хотел купить этот плагин. Он там стоил порядка 40 долларов. Просто это считай даром для плагина такого уровня, такого качества. И я, конечно, перехожу на сайт, а он мне такой, извини, ты из России. Мы в твоей стране не работаем, все, извини. Японцы как-то особенно жестко. Несмотря на все санкции, я замечательно продолжаю покупать какие-то плагины. Какое-то программное обеспечение, которое мне нужно в работе. А тут, нет, нихрена. Типа, давай, гуляй, Вася. А в том, что касается указателей. Вот вы, наверное, видели, когда ты едешь на метро. Там есть указатели типа на нескольких языках. Обычно там русский, английский. Но если мы говорим про российское, про наше московское метро. Не обращал внимания, кстати, как в питерском или в Свердловском. Точнее, в Екатеринбургском метро. Ну вот, короче, а в Японии на одной из станций были указатели на русском языке, которые направляли пассажиров на другую линию. И внезапно они решили, что это плохо. Поэтому их решили завесить просто белым листком и оставить сообщение, что это типа, а мы пока корректируем, там починим, все будет нормально. И все-таки спорили. Спорили, но в конечном итоге решили вернуть русскую надпись, потому что, ну, что-то перебор уже. А почему это, в принципе, произошло? Потому что из-за нескольких пассажиров, скорее всего, из Украины, которые возмущались тем, что там по-русски что-то написано. Особенно, когда, знаешь, типа, они приезжают куда-то, ну, типа, в ближайшее зарубежье, да, для них. Они там ничего, почему-то на русском разговариваешь со мной, ну, в каком-нибудь даже той же самой Латвии. Поэтому, если скоро подобные пассажиры скажут, что не хотят с русскими, в принципе, ездить в одном вагоне, в одном метро, пусть даже и в Японии, то, наверное, вот сделают, что японцы сделают, вот такую вот картинку на проход. Вот ты русский, но ты не особенно русский, поэтому, ладно, проходи. А вот ты слишком русский. Sorry, what you're talking about? Ты слишком русский, не подходишь по цвету, иди дальше. Иди пешком, несколько станций. Да, Япония, это не Германия, в Германии можно на велосипеде. Callback. Callback, это просто как бы... Банк России готовит судебные иски для возврата международных резервов. Иски из моей пиписки. Ну, начали что-то делать, оно и правильно, потому что США недавно конфисковали все наши активы и такие, ну, мы это забираем, но мы забираем ради Украины, то есть мы не просто вас обворовываем, мы вас обворовываем ради благой цели. Что странно, по-моему, Робин Гуд, это в американской философии, ну, в той философии, которая у них общепринятая, ну, как-то считался не самым хорошим персонажем, его как бы ненавидели, у Айна Рент очень много посвящено этим самым Робин Гудам. Тут оказывается, что все-таки так можно. Но знаете, как говорится, если нельзя, но очень хочется, то можно. США же недавно начали законопроект даже готовить по поводу передачи российских активов в помощь Украине. Ну, так что теперь посмотрим, как пойдут дела, и если суды начнут внезапно, внезапно отказывать России в получении ее собственных средств, это будет новое слово в юриспруденции под названием «Уникальный прецедент», «Потому что я так захотел». А что ты это сделаешь? А вот мамы всему миру сказали, они вот так вот делают, а потому что так вот. Я бы, будучи держателем любых активов на Западе, немножечко напрягся бы. То есть, получается, если ты из неправильной страны, можно тебя обобрать до нитки. Хотя, вроде Михаил Фридман сможет как-то решить свои проблемы. Недавно его видели в дорогом ресторане, ужинал. Счастлив был, не выглядел подавленным. Будем надеяться, что у него дома чисто. Но вообще напрячься стоит, потому что зачем держать что-то ценное в США, если у тебя это могут просто взять и забрать. Это были все новости на сегодня. Ждите воскресенье. По воскресеньям выпуски более веселые выходят, потому что я в пятницу записываю. Всю субботу они монтируются. Я в пятницу записавшись такой счастливый, потому что мне предстоит три дня выходных, в которые я буду работать уже дома. Но это уже другая история. Продолжение следует... Продолжение следует...